Продолжение следует... Вообще, по-моему, сейчас в мире стратегий три главных столпа. Это Firaxis, Paradox Interactive и Amplitude. Вот эти ребята постоянно нас радуют любимыми играми и именно на них сейчас держится жанр. Естественно, есть много маленьких студий. Я их не упоминаю просто потому, что они пока не выпускают игры постоянно. Например, я вот очень надеюсь на польскую Mucha Games, которую уже объявили о разработке второй части The Awakening. А первая часть вот только что вышла на PlayStation и Xbox. Если вы вдруг пропустили, обратите внимание. Но серии в одном мире, которые постоянно нас держат внутри игры, на данный момент делают только Firaxis со своей серией цивилизаций и XCOM. Парадокс Interactive со своими Европа Универсалис и Stellaris. Ну, можно еще сюда Викториус Крузейдерс добавить. И вот, пожалуйста, Amplitude серия Endless, Endless Space и Endless Legend. В двух словах, Endless Space 2 это глобальная, пошаговая, космическая стратегия, которая продолжает развивать идеи Endless Space. Те, кто играл в первый Endless Space, уверен, почувствуют себя как рыба в воде и в Endless Space 2. То же касается и любителей Endless Legend. Всем этим людям я категорически рекомендую Endless Space 2 купить, и я уверен, что им игра очень понравится. Что же делать новым игрокам? Тут, конечно, требуется разъяснение. Во-первых, очень много меня почему-то спрашивают, что лучше, Stellaris или Endless Space 2. Сразу отвечу этим людям, игры разные, они о разном. Если Endless Space 2 это пошаговая стратегия, то Stellaris это стратегия в реальном времени. Да, она ближе все-таки к пошаговым, но все равно механики совершенно другие. Если Stellaris о том, как отыгрывать роль, вы создаете свои собственные космические нации, то Endless Space 2 про разнообразный геймплей специально созданными расами. Да, можно в Endless Space 2 создавать свои фракции пользовательские, но в игре не на это упор сделан. Тут именно, что каждая фракция очень хорошо продумана создателями. Кстати, с помощью комьюнити, потому что очень много игроков принимали участие в создании фракций. И игра за каждую из этих фракций, будь то Горацию, будь то Водяны, будь то Сафоны или Империя, будут требовать от игрока разного стиля игры. В Endless Space 2 существенно различаются фракции, это не как в Циве. Это нехорошо, это неплохо, это просто вот так сделали разработчики. И в этом есть свой интерес. Как интересно создавать свою фракцию в Стелларисе и находиться среди множества разнообразных, так интересно в Endless Space 2 играть за жестко заданную, очень ограниченную во многих местах расу, но при этом понимать ее слабые стороны, сильные, использовать это в стратегии и выигрывать. Еще игры от Amplitude Studios славны своими визуальным и музыкальным рядом. И внешне Endless Space выглядит мало того, что красиво, но и оригинально, то есть эту игру вы ни с какой другой не спутаете. Так еще и музыка, как всегда, отличная. Интересно и оригинально сделано управление нашими солнечными системами. Каждая планета это, считайте, как район в Endless Legend. Каждая следующая планета еще один дополнительный район. Вначале я не очень понимал, зачем перекидывать одних жителей с одной планеты на другую. Это не совсем очевидно, и, кстати, это один из минусов Endless Space 2. Тут многое не очень очевидно. Но потом я разобрался, что, во-первых, в нашей империи живут не только наши жители. В нее вливаются и другие расы, и минорные, и мажорные. Расы-мажоры. И у каждой расы есть свои особенности. Например, сафоны имеют плюс к науке каждый житель на холодных планетах. И в вашем распоряжении, в ваших системах, совершенно разнообразные планеты имеются. И вот исходя из этого, вам уже придется раскидывать жителей. Эта система, по-моему, оригинальная. Такого я ни в одной пошаговой стратегии не видел. И когда приноровишься к такому распределению, появляется своя такая мини-игра. Правда, и автоматом игра, в принципе, неплохо жителей распределяет. Остались герои-губернаторы из Endless Legend того же. Правда, по моим ощущениям, они стали слабее. Они уже не так сильно влияют на развитие вашей империи или на ваш флот. Потому что вы героя можете посадить не только на планету, быть губернатором, но и поставить его во главе флота. Так вот, уже не так сильно они влияют на флот, как в прошлых сериях. Мне кажется, из-за этого теряется определенное очарование героев. И мне бы хотелось, чтобы Amplitude Studios вот эту силу героев увеличили в будущих патчах. Раз уж я упомянул флоты, то надо сказать и о битвах. Видите, в последнее время в таких глобальных стратегиях стало модным отказываться от тактических битв. Ну, тут, знаете, неоднозначно это можно воспринимать. Потому что, с одной стороны, тактические битвы, конечно, замедляют ход партии. И в сетевых играх, если уж мы говорим о том, что пошаговые стратегии выходят в сеть, и интереснее стало играть с людям друг с другом, то тактические битвы замедляют игру. И их вот стали заменять такими автоматическими битвами. С другой стороны, те же Amplitude в Endless Legend, по-моему, совершенно прекрасно показали, что тактические битвы можно вполне нормально встраивать в игру. Не знаю, почему они отказались от этой идеи в Endless Space 2. Возможно, потому что тут нету гексов. И изобразить нормальную тактическую битву в космосе у них не получилось. Поэтому мы имеем автоматический аналог. Да, мы можем выбирать всяческие построения, которые будут либо давать бонусы, либо штрафы. Более того, в процессе игры вы еще можете открывать новые тактические построения, пытаться угадать, что выберет ваш оппонент. Но на самом деле это все равно не заменяет тактической битвы ручками. И Endless Legend, в моем понимании, пока на данный момент является эталоном внедрения тактических битв в стратегическую пошаговую игру. Жаль, что Амплитюд не придумали, как развить эту идею и на Endless Space 2. А так, в принципе, битвы во многом похожи на то, что есть в Стелларисе. То есть у кораблей может быть разное оружие, соответственно, разная защита от этого оружия. Вам надо смотреть, чем соперник экипирует свой флот. Ставить против соперника нужную защиту, тогда вы будете побеждать. Но и выбирать формации, это все есть, все осталось. И, в принципе, делает, конечно, войну разнообразнее. Но, опять же, жаль, что нету тактических битв. Естественно, осталась одна из главных фишек серии игр Endless. Это квесты. Причем разветвленные долгие квесты с действительно интересной историей. Вы можете победить в игре, выполнив полностью квест фракции своей. Такого я тоже не припомню ни в одной пошаговой, да и любой другой стратегии. Единственное, опять же, после Endless Legend со всеми ее аддонами и дополнениями, мне в Endless Space 2 квестов как-то не хватает. Мне кажется, их поменьше стало. Но, опять же, повторю, к Endless Legend вышло уже три аддона, если не больше. А Endless Space 2 только релизнулось. И вот такой подход с квестами, как в Endless Space 2, мне нравится больше, чем в Стелларисе. Причем я уверен, что создатели Стеллариса во многом вдохновлялись своими квестами, глядя на творение Amplitude Studios. Я уже сказал, что визуально Endless Space 2 выглядит офигенно, да? Да, я уже это сказал. Просто хочу еще раз обратить ваше внимание, что вы можете делать абсолютно одинаковые вещи, но по-разному талантливо. Вот как Стелларис офигенно выглядит, так и Endless Space 2 офигенно выглядит. Ну, совершенно по-разному. Это две разные игры, которые создали талантливые люди. И приятно внутри них находиться. Но давайте я лучше сейчас о минусах Endless Space 2 вам скажу, которых действительно очень много. Самый главный минус, который, я думаю, отпугнет очень многих, и я постараюсь сделать в будущем гайды, чтобы этого не случилось, это интерфейс. И он здесь действительно, даже для тех, кто играл в предыдущие творения Amplitude Studios, Endless Legend, Endless Space, он очень неочевиден. Пожалуй, самый неочевидный вообще интерфейс из последних игр, в которые мне доводилось бывать и разбирать. И это удивительно. То есть вполне могли, услышав претензии многих игроков к интерфейсу Endless Legend, как-то надо Endless Space 2 Amplitude постараться. Ладно, вот люди, прошедшие сквозь горнила Endless Legend, еще более-менее на автомате понимают, где что находятся, но новичкам тут будет очень тяжело. Они многие важные вещи не будут видеть. Вот посмотрите, какой, опять же, разный подход у разработчиков. Firaxis, например, довольно очевидный интерфейс сделали в шестой цивилизации, но при этом многое в игре просто не показано. Нет демографии, много вещей неясно, как работает. При этом в Endless Space 2 все, абсолютно все разъяснено. Но дело в том, что вы вряд ли найдете, где это разъяснено. Вряд ли влезете в эти дебри. Например, на каждой планете вы можете увидеть, какая политическая партия преобладает и почему именно она там преобладает, что на это влияет. Для этого надо нажать на маленькую круглую кнопочку слева в меню «Солнечные системы». Пойди догадайся, правда ведь? Кстати, забыл упомянуть о политических партиях. Теперь ваш стиль игры влияет на то, какие политические партии преобладают. И после выборов вы можете принимать законы, относящиеся к этой политической партии. Довольно интересная замена планов империи. Интересна она тем, что именно ваш стиль игры на нее влияет, а не просто вот вам захотелось это принять и так будет. Вы начали войну, значит будет преобладать, скорее всего, партия милитаристов. И ваши законы, принятые от партии пацифистов на плюс к счастью, после следующих выборов будут отменены. Да, у милитаристов тоже есть свои законы на счастье, но они не все сразу доступны. Партия должна достичь какого-то определенного уровня. Это, кстати, еще одно из интересных нововведений в игре. Но опять же, благодаря интерфейсу, вы довольно долго не будете понимать вообще, почему так происходит, где посмотреть это влияние, от чего оно зависит и так далее. Второй важный момент, это все-таки не очень хорошая техническая оптимизация игры. К сожалению, казалось бы, за все время раннего доступа можно было отшлифовать игру. Я ради интереса запустил на самой большой карте, с самым большим количеством соперников, и не смог доиграть до конца по той простой причине, что в конце игры ход длился слишком долго. Я обращу ваше внимание, не переход хода, а сам ход. Потому что амплитюды делают пошаговые стратегии с одновременными ходами. Да, компьютерные соперники ходят вместе с вами, одновременно, а не по очереди. И из-за этого ход может просто зависать. И, кстати, многие на это жалуются. Более того, вы начинаете битву, включаете автобой, и этот автобой может просчитываться несколько десятков секунд. Слава богу, можно переключиться на другие задачи, но иногда игра подвисает существенно, и даже на другие задачи вы не можете переключаться. Это на моем довольно мощном компьютере, что уж говорить о людях, которые будут играть на среднем. Так что рекомендую не ставить много соперников, а играть на средних картах. И это, опять повторю, довольно странно, потому что игра долгое время была в раннем доступе. И еще небольшая ложечка дегтя. Есть проблемы с локализацией. То есть на данный момент, как видите, я делаю обзор на английской версии игры, потому что русская просто не до конца переведена. Если в начале еще более-менее терпимо, то с ходом игры просто начинают смешиваться русские и английские слова, и играть просто невозможно. Это, ну, визуальный мусор. Поэтому я быстро переключил на английскую версию и продолжаю играть в нее. С другой стороны, Амплитюды уже выпустили несколько патчей, и они не такие, в кавычках, расторопные ребята, как Фераксис, которые по патчу в два месяца, а то и в три выпускают. Я уверен, что Амплитюды очень быстро будет реагировать на негатив от поклонников. Так что, думаю, через месяц-два технические проблемы уйдут. В любом случае, находиться в этом мире очень-очень интересно. Ну и небольшой подарок для тех, кто дослушал этот обзор до конца. У меня есть лишний ключ на Endless Space 2 в Стиме, и я хочу его разыграть среди моих зрителей. Поступим просто. Размещайте это видео где-нибудь, либо у себя в социальных сетях, либо в каких-нибудь форумах, где вы частый гость. Неважно, где-нибудь в интернете, где это видео видит много людей. И не просто размещайте, а с каким-то сопроводительным, необычным текстом. Причем не обязательно он должен быть положительным, он может быть и критический к этой рецензии, к самой игре. Ну, главное, чтобы он мне приглянулся, да, чтобы я его запомнил. После этого ссылку на то место, где вы вот разместили мое видео с вашим сопроводительным комментарием, кидайте здесь, в комментариях к этому видео на YouTube. После чего я выберу понравившийся мне комментарий и вручу человеку ключик. Естественно, опубликовав об этом заметку у себя на сайте и в своих социальных сетях. Два замечания. Во-первых, ваши вот эти комментарии принимаются до пятницы 2 июня включительно. То есть 3 числа уже будет поздно. А во-вторых, когда вы будете постить ссылку, она не появится сразу, имейте в виду, потому что у меня включен спам-фильтр на YouTube. И все ссылки без моей модерации не появляются. Но вы не волнуйтесь, я их все равно увижу. И через некоторое время они в комментариях таки появятся. Так что не волнуйтесь. Ну и напоминаю, что у меня есть группа в Steam, где уже постоянно собираются игры сетевые в Endless Space 2. Не забудьте вступить и играть. Нам постоянно требуются соперники. Народ усиленно играет, что не может не радовать. Ну а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры. Продолжение следует...